Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, зачем Алекс Брежнев рёт про США и почему нам, иммигрантам, это не нравится. Мы сегодня пролетим над лагуной Нигель, где я живу, покажу вам, как живут простые американцы. Так всё же, почему Алекс Брежнев нас обманывает? Вот самый главный миф. Зарабатываю 5 тысяч долларов Америки и живу впроголодь. И вы знаете, люди этому верят. То есть сидят и думают, ах, вот я живу, зарабатываю 17 тысяч рублей или пенсия у меня 14 тысяч рублей в месяц, но я же не живу впроголодь, у меня есть жильё, правда там живут 3 поколения на 40 квадратных метрах, но зато моё жильё в собственности, а вон бедный Алекс, зарабатывает целых 5 тысяч долларов, но живёт в траке и ничего себе не может позволить. Дорогие мои друзья, вы за Алекса не переживайте. У него нет абсолютно никаких расходов. Питание ему 100% покрывает работодатель. То есть те 5 тысяч долларов, которые он зарабатывает, он их откладывает на недвижимость и покупает недвижимость. Возможно в Крыму, возможно где-то в другом месте в России, а возможно и в Америке. Но он никогда вам в этом не признается. Почему? Потому что тогда никто не будет его жалеть и он потеряет свою популярность. Ведь людям, которые живут в России, им нужно знать и понимать, что где-то кто-то живёт хуже, чем они. Им это жизненно необходимо. Если они будут думать, что где-то живут хорошо, это знаете, когда радуются, когда у соседа собака сдохла, или кто там, корова сдохла, так и тут. То есть у соседа должно быть всё плохо. И Алекс очень хорошо играет свою роль. Так что подумайте над тем, кого вы жалеете. То есть человек зарабатывает минимум 5 тысяч долларов, как трак-драйвер. И ещё как минимум 3 тысячи долларов он зарабатывает на YouTube. Ещё раз повторюсь, в Канаде и США у него расходов нет никаких. Он живёт в траке, но разве что иногда он покупает одежду и аппаратуру для YouTube. Она у него не супер такая, запредельно дорогая. С одной зарплатой он может себе обеспечить полностью аппаратурой для блога. Она дороже, чем эта сумма у него. Месячная его зарплата она не стоит. Это мы летим над гольф-полями. Они тянутся до самого океана. А мы с вами продолжим обсуждать мифы, которыми делится Алекс Брежнев с россиянами. В США закрыты все рестораны, люди умирают с голоду. И он это видео сделал 4 недели назад. Ребят, ну вы серьёзно? Даже в самом начале пандемии, когда люди вообще не понимали, что происходит, и закрывались действительно рестораны, ни один продуктовый магазин не закрылся, и фастфуд продолжал работать и продавать еду на вынос. То есть проблемы с едой в США точно нет. И вы уж сами определитесь, либо мы тут все жирные, либо мы умираем с голоду. Потому что закон сохранения энергии никто не отменял. Невозможно так, чтобы не было еды, и вокруг были одни жирные американцы. Где логика? И ещё Алекс третий год подряд рассказывает своим подписчикам о том, что он уезжает навсегда из США, и тем не менее, каждый год он опять возвращается и работает в США. Вот смотрите, всё, я уезжаю из Америки. Пост был один год назад, тем не менее, после этого он всё равно вернулся в США и продолжал работать. А вот новый пост месяц назад. Это мой последний рейс на грузовике в США. И люди ему пишут с воодушевлением, «О, Алекс, молодец! Наконец-то ты вернулся на свою родину! Вот у тебя теперь будет всё хорошо, народ!» Но он каждый год ездит в отпуск и всё равно возвращается в США. И в связи с этим возникает вопрос, на который мне хейтеры так и не ответили. Именно хейтеры. Если всё так хорошо в России, почему Алекс ездит каждый год работать в США, где всё так плохо? То есть, получается, Алекс поливает грязью США, которая ему даёт заработать, поливает грязью Канаду, которая дала ему гражданство, и даст нормальную пенсию, поливает грязью Украину, выходцем из которой он является. Нет, он не русский. Он украинец с молдавскими корнями. Никакого отношения к России он не имеет. Но он прекрасно понимает, что если он будет говорить что-то плохое против России, он потеряет подписчиков в России и потеряет донейшн. Потому что он же там ещё сидит с протянутой рукой и собирает деньги с подписчиков. И люди его жалеют, да? То есть, чувак имеет минимум 8 тысяч долларов в месяц, и при этом он ещё собирает деньги с подписчиков. Ну, молодец, хорошо устроился. Остаётся только похлопать в ладоши. Только не надо дурить обычный народ. Ну, не дураки мы тут все. Вот ещё один миф. Почему я не могу купить дом в США? Ребят, ну неужели вы этому верите? Все знакомые трак-драйверы зарабатывают минимум 6 тысяч долларов в месяц. Если берут в лист трак, то доход доходит до 15 тысяч долларов в месяц. Абсолютно все трак-драйверы за 2-3 года работы покупают за наличку дома в таких штатах, как Техас, где недвижимость стоит дешевле, чем в Калифорнии. Да, в Калифорнии за наличку сложнее, но опять же за 2-3 года накапливают на первый взнос, берут дом в ипотеку на 15-30 лет и живут в прекрасных условиях. Кому вы верите? Здесь все в состоянии купить себе дом и его выплачивать. Вот ещё одна ложь от Алекса. Разруха в США. В США такого не ждали, где берут еду. Ну вот мы с вами летим, и я вам показываю разруху в США. Полюбуйтесь. Я вам каждый день показываю разные пляжи. И поверьте мне, в других штатах тоже живут хорошо. Да, есть единицы районов в крупных городах, где живут бездомные, но это либо их выбор, либо это люди с психическими заболеваниями. Если они не представляют опасности для общества, их никто не будет изолировать, и они живут на улице. Их заселяют в гостинице, они туда сбегают, потому что им там надо соблюдать правила. Не употреблять наркотики и соблюдать гигиену. Не все на это готовы. Так что это абсолютно их выбор. Вот такая она разруха. Любуйтесь, пожалуйста. А что касается еды, если у тебя лоуин камп, а в Калифорнии это 54 тысячи долларов в год на человека, ты можешь претендовать на футстемпс, то есть 400 долларов в месяц на еду, на карточку. Поэтому с чем, с чем, а с едой здесь проблем нет никаких. А для детей до 18 лет, независимо от дохода, ты можешь получать, есть специальная программа, называется, кажется, СНЭП. Можешь получать питание, и ребенок будет полноценно питаться. В том числе, кстати, можно получить и бесплатную медицинскую страховку на ребенка, тоже независимо от дохода. Нам такую неоднократно предлагали, независимо от того, что у нас доход высокий. А вот и самый главный миф. Как русский выживает в эмиграции в Америке жизнь каторга. Это самый распространенный миф, который рассказывает Алекс Брежнев. То есть в США все эмигранты якобы пашут с утра до ночи, с трудом выживают, не хватает денег на жилье и на еду и прочий-прочий бред. Я даже по комментариям к своим видео вижу. То есть либо люди пишут, что я наворовала и на эти деньги живу, либо пишут, что я убираю горшки за афроамериканцев. Все. То есть третьего не дано. То есть никаким другим способом человек в жизни заработать не может. Ребят, давайте не будем переносить российские реалии на США. Это в США. Это в России. Если ты зарабатываешь деньги, ты воруешь. А если ты не зарабатываешь, то ты молодец, ты честный человек. В США далеко не так. В США любой человек может достигнуть хорошего уровня достатка. То есть либо подтвердить свое российское образование, либо получить местное образование. И добиться хорошего достатка. То есть с этим никаких проблем нет. Каждый год около ста врачей приезжают только из России с подтвержденным дипломом и поступают в резидентуру. Учатся в резидентуре 3 года и потом работают, остаются и работают врачами. У врачей, вы сами знаете, какой доход. Это от 20 тысяч долларов в месяц. Также сюда приезжают медсестры, подтверждают дипломы. У них уже от 60 долларов в час зарплата у медсестер. И доход у них от 6-8 тысяч долларов. В зависимости от штата и от опыта работы. Чем дольше ты работаешь, тем выше у тебя зарплата. А поднес практишенер, 6 лет обучения. Они зарабатывают уже до 15 тысяч долларов. Среди них тоже очень много наращивших русских иммигрантов. Если вы не верите, вы можете зайти на сайты большинства крупных госпиталей Америки и увидеть, что полно работают ребят, которые окончили вуз в России. И они работают здесь врачами. Особенно это популярно в госпиталях в Нью-Йорке и в Чикаго. Там больше всего русских врачей. Зайдите, особенно в Бруклине. В Бруклине вообще абсолютно во всех госпиталях работают наши врачи и наши резиденты. По несколько человек. Зайдите и посмотрите. Там все написано. Какое образование, как подтверждали. Там все, все есть. И увидите, что они получали образование в России. И приезжали сюда многие даже сразу после окончания вуза. Здесь очень хорошо устраиваются риэлторы, юристы, преподаватели. То есть здесь на самом деле настолько широкий спектр профессий. И вы знаете, я редко слышу, чтобы кто-то там прям впахивал. В основном у всех рабочий день с 8-9 часов утра до 5-6 часов вечера. И у всех суббота, воскресенье, это святое, это выходные дни. Так что я не слышала такого, чтобы прям тут кто-то убивался. Даже на уборке наши русские девочки умудряются зарабатывать около 50 долларов в час. То есть какая-нибудь устрая девочка берет дом. За уборку дома около, в зависимости от площади, от 150 до 200 долларов. Она убирает этот дом за 2-3 часа. И таким образом она имеет около 50 долларов в час. Вот представьте, один дом 200 долларов за день, можно убрать 2-3 дома. То есть это уже 400-600 долларов в день. И не нужно пахать с утра до вечера. То есть 3 дома можно убрать с 9 утра до 6 вечера. Вполне уложиться по ночам. И рано утром здесь никто уборкой не занимается. То есть здесь вариантов очень много. И для иммигрантов, и для коренных жителей. Понятно, что всегда есть люди, которые не хотят работать. Но они тоже хорошо живут. Прекрасно живут на пособиях, в социальном жилье. Получают все бесплатно. Вот сюда приезжают мексиканцы. Каждый год десятками тысяч рожают, не работают. И прекрасно живут. Поэтому вот эти вот сказки Алекса я вам не рекомендую слушать. Полно историй. Не только у меня, у других блогеров, которые ведут свои каналы. Полно историй о том, что люди чего-то добиваются, каких-то высот. И прекрасно живут. США это замечательная, красивая страна с кучей возможностей и равных возможностей. И здесь абсолютно любой человек может достигнуть определенного успеха в своей жизни, приложив для этого определенные усилия. На этом я свое видео заканчиваю. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте. Обязательно отвечу. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok